Если это компьютер, то есть я просто по себе знаю. И он такой, ну Алексей, ты понимаешь, это я тебе тогда сказал, чтобы просто тебя поддержать. Ты же понимаешь, это все было несерьезно. Вот у тебя дача есть, у тебя пенсии есть, покушать ты себе сможешь найти, ну и все. Ты, конечно, оставь свое заявление, но я тебе ничего не обещаю, вот так вот. И потом я тогда вернулся в университет, все, кто поговорил, он говорит, без проблем. Для того, чтобы быть на работе в 9 утра, Алексей просыпается в 5.40. Затем короткие сборы, битком набитая электричка, в которой не то что сидеть, стоять-то не всегда получается. Курский вокзал и еще 40 минут на метро. Работаю что-то схожее с работой IT-специалиста, то есть по информационным технологиям, но не в плане программирования, а в плане использования прикладных программ в работе нашего управления. Наше управление называется организационно-техническим и документационным обеспечением университета. Рабочий день вообще с 9.00, 5 дней в неделю, до 18.00. Но начальники входят в мою ситуацию сложную достаточно с доездом до работы и отпускают 16 часов. 4 часа, то есть я уезжаю, и на 5 час на электричке я уже еду домой. Сколько ты на тренировке? На тренировке 7 часов. 7 часов позанимался, 7 часов пришел, но пока размялся, минут 15-20 начал тренировку. А тренировка у меня где-то полтора часа длится, где-то без 15.00 вот так вот. Я заканчиваю без 15.09 тренировку, иду в душ. Тут ребята помогают со всем делом, там, если что, нужна какая-то помощь, там, собрать какие-то блины, поместить, повесить на ребенку. Небольшой зарплата Алексея и его невесты Ирины едва хватает на более-менее нормальное обеспечение молодой семьи. Мы встречаемся уже более 6 лет, и мы любим друг друга до сих пор, иначе бы не смогли бы столько вместе прожить. Ждали квартиру, когда квартирный вопрос решится, потому что считали, что до этого момента можем попожить и так, как бы никаких сейчас предрассудков и стереотипов в наше время нету. А потом, когда уже квартирный вопрос решится, тогда можно и думать о более серьезных вещах, о квартире, о детях и всем остальном. Вот сейчас вот первый план у нас как раз вот квартира, там вот сейчас более-менее как раз зарплата у нас двоих немножко хватит, там родители немного помогут, чтобы чуть-чуть там сделать себе на будущее, когда уже там дети, Ирине придется как бы с работы уйти на несколько лет, да, чтобы хотя бы там бытовая техника немного присутствовала, чтобы как бы потом лет на 10 не зависеть там от ремонтов, от покупания достаточно дорогих там бытовых приборов, от приборов типа холодильника, там стиральной машинки или еще чего-то. Бодобилдинг Алексей пришел через два года после трагедии. Он до сих пор не может четко ответить, что именно привлекло его в жилете, но твердо уверен, что культуризм это лучший из придуманных человеком видов спорта. К разговору пошли, давайте там пойдем, там есть такой культуризм, культуризм, какие там у них мышцы накачаны, давайте мы тоже такими, да, хотим быть, там, как Шварц, как Рэмбо. Ну, у себя там еще в Ликино в подвале там песок, да, там в подвале вырыли яму такую большую, там принесли каких-то железок, что-то начали париться, да, а ребята были такие, ну, не до этого им было, они так поиграли чуть-чуть, может, месяц, и на этом дело решили потом больше этим не заниматься, там, девочки пошли. Тут тоже одно из моих приспособлений, которое... Противоположный пол, вино и все остальные прелести той жизни. А мне это, не знаю, почему понравилось, я вот сейчас вот думаю, и... Потом я решил еще побегать в футбол, да, начал ходить туда же к юношам, к пацанам, к теми же, с которыми играл, они вроде тоже тренер не отвернулся, потому что, как бы, ну, мы с тренером в хорошем отношении были. И он говорит, ну, если хочет бегать, футбол с ними там, без вопросов. Я начал с ними бегать в футбол, как бы, ну, без рук, падал там, кувыркался, в царапинах весь был. Ну, как бы, нормально, причем достаточно не уступал им в единоборствах. На стадионе был спортзал, и просто я подумал, ну, вот мне тогда понравилось, давай сейчас попробую. Нашел там друга, его там тоже там прозомбировал. Давай-давай, Паша, вот ты полный, давай там чуть-чуть жирок загонишь. Паша Киров, мой одноклассник тоже. Ну, вроде раз тоже загорелся. Начали в этот спортзал ходить. Я не знаю, почему мне нравилось железки тягать. Тягало-тигало, вот перло меня вот это вот состояние, когда вот эта вот нагрузка от железа. Просто там весь выматываешься из спортзала, в душ сходил, выходишь, и такое состояние душевное, облегчение вообще, конкретно, вся вот эта вот негативная энергия, которая скапливается, вот, мне вообще бодибилдинг в этом помогает. То есть я вот всю негативную энергию, то есть когда проблема на работе или какой-то груст там в голове, или еще там, ну, короче, какие-то проблемы, я прихожу в спортзал, отзанимаюсь тут вообще там до потери пульса, и мне прям в душ сходил, выхожу, и все, душа поет, мне очень хорошо. Традиционные методики упражнений и большинство тренажеров в случае с Алексеем непродуктивны, поэтому он стал изобретать собственные подходы к тренировочному процессу. Для меня это было сложно, сначала это был просто ремень солдатский, на который вешаются блины, я его брал, допустим, да, культей, и выполнял какие-то упражнения, допустим, на плечи, на грудь, но это было неудобно, потому что ремень постоянно соскальзывал, особенно когда потеешь, кожа об кожу, и кожа становится скользкой, и я придумал якорь железный, это сейчас вот покажем все дела. Ну, то есть я все время как бы смотрю, там журналов особо не читал, да, там смотрел, как ребята занимаются, особенно когда сюда приехал, здесь уже уровень ребят так побольше был, потому что в Ликино там мало кто занимался, тут уже так, ребята достаточно серьезные такие ходили по меркам нашего города, да, относились к этому делу серьезно, уже тут слово появилось бодибилдинг, все эти там протеины, добавки всякие уже я там про это начал слышать, в то время только был там, мы его называли поросячий протеин, это вот такой в пакетах был, в целлофанах, наверное, многие помнят, ребят, такой целлофановый пакет, там такой ксерокопированный листок с качком нарисованный, его называли свинячий протеин, он белорусский, что ли, какой-то он в то время был. Смотрел, как делают они, да, и вот просто сам размышлял и думал, как могу это реализовать я, каким способом вот это вот упражнение я могу сделать или прокачать ту или иную мышцу. Пытался, что-то не получалось, так не получалось, но методом тыка просто находил, как я могу это сделать, реализовать. И, естественно, как бы совета получать было не от кого, то есть у ребят совсем другая ситуация, они вообще ничем не могли мне помочь, то есть это как бы был лично мой вопрос, как там построить там тренировочный процесс, какие там упражнения существуют, да, они мне могли там, да, показать, что. А вот как это мог сделать я, это мог додуматься только я, то есть вот размышлять, анализировать, что я могу сделать. Информационный прорыв Алексей совершил с помощью интернета. Оказалось, что в мире есть спортивные федерации, которые проводят турниры среди людей с физическими ограничениями. Я загорелся, когда я увидел вот эти вот фотографии с турниров, которые проводятся, да, на Natural Bodybuilding.com я смотрел, это ABBA и NBA, это вот эти вот североамериканские федерации, которые проводят турниры в Канаде, в Северной Америке, и, насколько мне известно, иногда, иногда проводятся в Европе, но это вообще как бы называется физик или челленджет, челленджет, если правильно я не помню, как дивизион. Там есть два класса, это стендинг, это стоячие спортсмены, моя категория, и второй класс это велчайр. Велчайр в Европе очень развит, то есть это колясочники, очень развит, там чемпионаты Universe, они как раз, по-моему, в Европе, насколько мне известно, проводятся. Да, вот там очень часто выступают колясочники, там отдельные номинации, там много участников. Вот в Европе по велчайру знаю точно много соревнований. По стендингу в Европе, либо я не разобрался просто путем, но по стендингу точно...